Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и перевожу на русский язык новости, которые здесь происходят у нас в стране, из официальных источников, здесь опубликованных. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. И в инфобоксе ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. Сначала политические новости, а потом перейдем к социалке внутренней, что здесь в стране происходит. Президент Турции Реджептей Пердуан высказал соболезнования, его цитата, выражая соболезнования нашему соседу Ирану и правительству Ирана, ставшими прошлой ночью целью израильской агрессии. Разбалованная западными силами, сионистское правительство Израиля пытается разжечь пламя регионального конфликта. Это была реплика реакции президента на атаку масштабную Израилем Ирана, которая была пару дней назад. Конечно же, это была главная новость вообще в СМИ турецких, это в прямом эфире на телеканалах. В принципе, всегда очень много именно на телеканалах, не в интернете. В интернете этому внимания поменьше, там больше социалки. У меня есть видео об этом, я вам говорила, как в Турции люди узнают новости, что смотрят, откуда черпают информацию. Так вот, в телеканалах это, конечно, была новость номер один. Ну и номер два новость, это внутренний теракт, который произошел в Анкаре. Наш последний с вами выпуск, встреча наша была в эфире, именно моно-выпуск новостей по поводу теракта. Итак, на данный момент, какие последствия после теракта сейчас в стране происходят, какая риторика властей и что происходит. Официально ответственность за нападение на Таы в Анкаре взяла на себя РПК. В ночь после теракта вооруженные силы Турции наносили удары по целям РПК на территории Сирии. Также были задержаны подозреваемые террористы на территории страны в Стамбуле и в Анкаре в разных местах абсолютно. И задерживали всевозможных подозреваемых террористов, не именно причастных только к этому теракту, а вообще в этой структуре, которая в стране есть. Ночь после теракта в Анкаре произошло нападение на главный офис прокурдской политической партии ДЭМ. Разбили окна, двери, пытались содрать вывеску этой партии. Хочу отметить, что в этом месте, в центре Анкары, там есть и другие политические партии, их офисы. То есть такая улица с офисами, представитель самых главных, они все в одном месте. И вот нападение было только на офис прокурдской партии. Никого по этому ЧУП не арестовали. Это оказались люди неизвестными. Полиция их не смогла задержать. Появились кадры в сети самих террористов, которые до нападения сидели в кафе, пили чай, кофе, обсуждали что-то. Затем они просто с полными рюкзаками оружия продолжили свой путь по городу к цели своей заводу. Террористами были два человека. Это парень и девушка. Они поймали такси по дороге и, по сути, убили таксиста, положили его в багажник. И на этой машине подъехали к КПП завода. И, собственно, с чего началась перестрелка, теракты, взрывы. Сделения политические. Вот если мы берем риторику, на чем мы, по сути, и остановились в прошлый выпуск новостей, на данный момент итог какой сейчас в стране. Больше здесь все сходятся к мысли, ну, практически, условно, у меня, конечно, нет точной статистики, но 70-80% политиков сводится к тому, что это попытка более радикального отвлетления в этой организации против заканчивания, окончания их работы за освобождение их лидера, который сейчас сидит в заключении. То есть это внутренняя политическая террористическая борьба. Не все, скажем так, в этой ячейке террористической, есть же, ну, как бы там тоже, она и структура состоит из ячеек, да, и не все более радикальные не хотят прекращения этой деятельности против распуска. И это была реакция на заявление, которое мы, все, если хотите контекст понять, приходите к прошлому выпуску новостей, я все популярно там рассказывала. В общем, против прекращения деятельности работы этой РПК. Если говорят акцент, кто делает на того, что Эрдоган был в этот момент в России с Путиным, там, это Запад, это слишком все читается, это сторонники, конечно, теории заговоров, и постепенно за эти дни вся эта история сводится, конечно, на нет, это мало людей, кто поддерживает эту идею. Есть, конечно же, люди, но большинство и политики внутри, и оппозиция, и АК-партия, ведущая партия, их сторонники, они все про официально, про версию того, что РПК, не все в этой ячейке хотят окончания, перемирия, скажем так, мирности. И очень много было вообще большими деятелями политическими заявлений, мол, террористы не будут все равно, скажем так, причиной того, чтобы у нас не было перемирия, и мы все-таки объединимся и войне назовем так это и внутренне, и положим конец. Вирусилось в сети видео, довольно-таки тревожное, конечно, страшное, но в районе Ак-Чкале Шанлы-Урфы двое детей попали в ловушку из-за пожара. Дети были, ну, в невысоком четырех-пятиэтажном здании, там был очень сильный пожар, и огонь и дым вытеснили детей на балкон. Внизу под домом собрались люди, прохожие, соседи, которые спасали детей, они растянули одеяло, и сначала старший подросток, ребенок, помог, скажем так, скинуть с балкона своего младшего брата или сестру, младшего ребенка, люди спасли, ребенок упал в одеяло, и затем уже старшему ребенку, подростку, тоже удалось спасти, и он тоже прыгнул с балкона на одеяло, люди спасли. Душераздирающие, конечно, кадры, но очень хорошо, что дети остались целы, невредимы, без травм, ну, квартиру, конечно, там имущество, ничего, спасти не удалось, там очень сильный пожар был. Также видео соцсетей, сегодня у нас будет социальных больше новостей, внутри здесь страны таких подобрее. Восьмидесятилетний мужчина, дедушка, его зовут Мехмед Джош Кумлары, он живет в Аскишхире в городе, и он стал волонтером в школе своего внука, внуку ему 15 лет, и у мальчика аутизм. И дедушка просто привел своего 15-летнего внука в школу, оставался с ним, чтобы тот легче социализировался, чтобы его не обижали, чтобы ему было внуку спокойнее, чтобы кто-то родной рядышком, родители на работе, вот дедушка ему свободен, ему 80 лет. И вот он занимался своим подростком-внуком, скрашивал его социализацию в школе, адаптацию, и не заметил, как стал там проводить все время, пока ребенок находился в школе на уроках. И его стали спрашивать, а может его нам то-то помочь, на парту отремонтировать, здесь что-то сделать. И в итоге дедушка без какой-либо оплаты, зарплаты, стал волонтером в школе по такой хозяйственной части, что-то кому-то помочь, приколотить, починить, покрасить и так далее. То есть, короче, ему на старости лет интересно есть общение. Ему в своем интервью он сказал такую замечательную, мне кажется, фразу, она очень олицетворяет, скажем так, старого воспитания, старой культуры турок. Он сказал, что я привел сюда одного своего внука, а теперь у меня их стало 800. В школе в этой проживает в Аскишхире 800 детей. Вот такой дедушка для всех стал. В Кайсере мужчина забыл в банкомате свою банковскую карту. И следующий клиент снял с его карты 10 тысяч лир. Это сейчас по курсу примерно 300 долларов. Подозреваемого вычислили по камерам наблюдения, а мужчине вернули его деньги. О чем это у нас в видео, говорит, новости? Первое о том, что по камерам, ну, естественно, в крупных городах очень много камер наружного наблюдения. И вычислить, как бы, кто взял деньги, очень легко. Мне немножко было в этой новости непонятно, как технически это произошло, что человек ушел, и карту забыл, и аккаунт свой не закрыл, да, и человек этот другой успел как бы за него деньги снять и так далее. Но не берите чужое, как говорится. Все это нашли, мужчине вернули деньги. Но на видео мужчина такого же, ну, не прям пожилого возраста, ну, пенсионер, короче говоря, да, то есть не супермолодой кто-то. Это свойственно ему было забыть, оставить деньги и все что-то подобное. Примечательно, что ему все это вернули. И будьте, пожалуйста, внимательны. В такой истории очень многие могут оказаться. Полицейские Анталии расследуют нападение на россиян в отеле. Конфликт в гостинице произошел в городе Гёджек. Это произошло 22 октября. Неизвестные устроили драку с российскими туристами. То есть это две группы людей. Местные кто-то и россияне. Этому давал комментарий о посольстве консульства России. А консульство дало какую-то конкретную цитату, что пострадавшие были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, где им была оказана необходима медицинская помощь. Российские дипломаты тоже ведут все на контроле, на контакте с этими туристами, которые потерпевшими оказались в Турции и ведут вообще диалог с турецкой стороной. Затем было дополнение в издательстве российском Телеграме Шот. Группа граждан Турции напала на компанию россиян у отеля Rixos Premium Göджек. Мужчины бросили бутылку в супругу одного из туристов и одного из пострадавших драки россиян направили в больницу с переломом руки. Что это очень дорогой отель, и Göджек — это очень дорогое туристическое место. Это очень тихое, это яхт-место. Ну, можно назвать где-то элитный отдых. Это что-то между там, где Марморис и Бодрум, в той стороне так назовем. Недалеко, короче говоря, от Марморисов, все там рядышком по побережью. И Göджек — это такая элитная, можно выразиться, яхт-деревня, где дорогие очень крутые отели или люди только на яхтах. Парусный спорт там очень развит, регаты там всевозможные происходят. То есть это не просто туристическое где-то место в отеле 5 звезд, а очень дорогой отдых, определенные категории людей. И читая эту новость, довольно-таки интересно услышать. Группа турок местных, да, граждан напала на группу туристов из России. Ну, какой-то конфликт однозначно произошел. И, скажем так, не просто так, неспроста вся эта история образовалась. Но больших какого-то, много информации на эту тему в СМИ вообще никакой не было насчет этого конфликта, хотя история такая неоднозначная, неординарная, скажем так. Непростое место, где это все произошло. У кого есть подробности, напишите в комментариях под видео, интересно почитать. Может быть, уже сейчас какие-то подробности появились, но по факту явно это не простые стандартные туристы, которые приезжают по путевке в All-Inclusive Турцию. Для тех, кто любит турецкие лекарства, или приезжая в Турцию их покупает, или постоянно приобретает на какой-то постоянной основе лекарства и Турции, хочу вас предупредить о том, что в Турции с 25 ноября 2024 года поднимаются цены на лекарства. И цены у нас вырастут практически на 24% от стоимости. То есть, если это какая-то крупная покупка, дорогое медикаментное средство, то это будет существенное повышение. Соответствующее решение президента у нас было опубликовано в официальном вестнике, так что на заметку еще месяц у нас есть примерно, кому нужно закупить. Но вы не одни такие у нас умные будете, у нас очень много кто сейчас закупается лекарствами, кому они нужны постоянно. Генеральная прокуратура Турции в Диарбакир подготовила обвинительный акт о убийстве Нарин Гюран. Обвиняемыми сейчас по делу о деле Нарин мать ее, ее дядя Салим, старший брат девочки Энесс и Невзад Бахтияр, это тот сосед, человек, который по заданию дяди, как он выразился в своих показаниях, выполнял скрытие тела девочки. Что здесь нам сейчас известно, что в момент убийства все эти подозреваемые находились в одном доме, в доме Нарин, все в одном месте. Также в СМИ появились кадры с наружного наблюдения в деревне, машины, на которой предположительно, скорее всего, раз это видео участвуют в деле, не доказано, назовем так, узнаем, когда судебное заседание, все эти разборки пойдут. По указанию дяди, этот сосед Бахтияр вывозил труп девочки к этому ручью, где он его и скрыл позже. Прокуратура запросила пожизненное заключение для всех этих четырех обвиняемых лиц, кого я сейчас перечислил. Это мама, дядя, старший брат и сосед. Вот назначено на начало ноября первое заседание, и сейчас пока что, вот лично я не видела информации, что суд будет открытым, пока что, я как понимаю, на данный момент он будет в закрытом формате происходить. Информации об открытости суда никакой сейчас нет. Вообще непонятно, как это будет происходить. Конечно же, огромное внимание к этому процессу, к этому делу сейчас в СМИ. Для тех, кто находится в браке или планирует разводиться, или сейчас в бракоразводном процессе в Турции, есть, назовем так, хорошие новости. У нас произошло изменение законодательства в отношении сроков разводов. На данный момент, как по закону, если двое сторон подали на развод, но один из супругов отказывается, то есть нет вот этого договоренности, отказывается разводиться, не хочет этого и сопротивляется, то тогда судья отправляет на три года, три года, внимание, да, срок для примирения сторон. Что это такое за срок, когда могут помириться, либо договориться об разводе? То есть, условно, если прошло три года, и супруги не договорились тогда в одностороннем порядке, по второму повторному заявлению одного из супругов, договор, скажем так, брак, он является расторгнутым в одностороннем порядке. То есть, три года на примирение, на договоренность какую-то, ну, либо там они начинают обратно жить, там, налаживаются в семейной жизни и так далее. Сейчас изменяется законодательство, и теперь этот срок сократился с трех лет до одного года. То есть, если один из супружников в браке против развода, на примирение сторон дается один год, если его не достигли, не договорились никак, ни что жить вместе, ни нового не начали, или о разводе не договорились, то одна из сторон по истечению этого срока поддает заявление повторно, и уже здесь никак нельзя препятствовать разводу. Он будет действителен. Вот такие новости Турции на данный момент. Спасибо, что посмотрели. Напишите в комментарии, какая новость вызвала у вас эмоции и чувства. Мне будет очень интересно. И, как вы видите, я постаралась подобрать сегодня новости более-менее какие-то стабильные или позитивные, насколько это возможно, чтобы не складывалось впечатление, что все вообще ужасно, жизнь тлена, все ужасно. Спасибо за ваше внимание. Буду очень благодарна вашим лайкам, комментариям под видео. Распространяйте видео в соцсетях, делитесь им. Так, мне придут новые подписчики, будет стимул снимать дальше. В инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь. До встречи в следующих видео. Всем пока.